Гегемон стучится по холодной батарее. Дедолларизация международной финансовой системы идет форсированными темпами. Страны по всему миру уже давно отказываются от доллара в межнациональных расчетах. Владимир Путин в своей манере предал ускорение этому процессу. Поручено перевести оплату за российский газ, поставляемый на запад в российские рубли, отчего у многих непроизвольно задергался глаз. Это не деньги, рубли давайте. Как это не деньги? Это не деньги, рубли, рубли давайте. Слазить с зеленой иглы очень больно и неприятно. В Евросоюзе одно за другим начали раздаваться заявления о том, что нет возможности покупать газ за рубли не умеем, мол, да и не моем. Для таких паникеров уже разрабатывается подробный алгоритм с тем, как и где брать российские рубли. А если не будут брать, отключим газ. При всех попытках вилять хвостом вдоль газовой трубы Евросоюз останется зависим от поставок российского газа минимум до 2027 года. О чем неутешительно заявила Еврокомиссия. Дело в том, что годовая потребность в чистом импорте газа в Европу составляет примерно 360 миллиардов кубометров. Из них Россия закрывает по трубе порядка 200 миллиардов. Найти альтернативного поставщика банально нет возможности. Эффективные менеджеры уже стучат по батареям европейцев с требованием экономить во имя борьбы с Путиным. Проблема в том, что и до 2022 года зимой по европейским квартирам в шортах никто не гулял. Я понимаю, что вы мне хотите рассказать про Украину и про Путина. Легко сказать снисти температуру дома на 2-3 градуса. Не надо мне это говорить, я уже это сделал. Это ужасно, месье президент. В то же время российский рубль аплодирует двумя руками и демонстрирует резкое снижение относительно доллара. Несмотря на беспрецедентные санкции коллективного Запада. Белорусский рубль тоже ехидно подмигивает всем, кто стоял в очередях за долларом по 4. А ведь Александр Лукашенко задолго до этого говорил о том, что доллар начинает проседать. И внимание стоит обратить совсем на другие валюты. Нашим людям не надо бегать по зауголью, по закоулкам, где бы это выменять доллар на рубль. Ну, выменили, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать, потому что никому не нужен будет завтра. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас. Скорее, наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Курс доллара действительно очень условная вещь. А сам доллар уже давно является фиатной валютой, которая ничем не обеспечена. И по большому счету, ее реальная стоимость состоит только из затрат на бумагу и краску. Для понимания масштаба в ситуации, 100-долларовая купюра обходится в 14 центов при ее производстве. Фактически США меняли покрашенную бумагу на энергоносители, запуская станок при необходимости. Остальные страны продолжительное время имели возможность напечатать собственную валюту, только исходя из количества запасов долларов в резервах. Переход к торговле газом за рубли ставит торгующие стороны в равное положение. Необходимость покупать российские рубли автоматически увеличивает их ценность и позволяет при получении долларов и евро допечатывать ее в нужном количестве. На наших глазах происходит переход от фиатных денег к валюте, которая обеспечена значимым товаром. Продолжение следует...